Для того, чтобы люди с различными особенностями ментального и физического развития могли уверенно чувствовать себя в общественной системе, с каждым годом возрастают необходимые современных подходов к технологии оказания современной помощи. Специальные транспортные средства, вводимые сегодня в эксплуатацию, значительно улучшат качество обслуживания граждан и упростят оказание им необходимой помощи. Так, открытое акционерное общество «Брестмаш» продолжает марафон подарков к праздникам, доброй и созидательной традиции независимой и суверенной Беларуси. Сегодняшнее мероприятие проводится в рамках заключенного договора с Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь по обеспечению социальной сферы необходимым транспортом, а именно лиц с ограниченными возможностями. Представленные автомобили способны перевозить людей с ограниченными возможностями в колясках. Эти автомобили начали производить в начале 2023 года. Они созданы на базе автомобиля «Лада Гранта», доработаны, изменена колесная база, то есть подвеска задняя стоит рессорная на пневмобаллонах для увеличения грузоподъемности. Автомобиль позволяет перевозить, ну, пять, получается, вместе с водителем пассажиров, плюс инвалида в кресле-коляске. В торжественной обстановке ключи от специальной техники вручил заместитель председателя Брестского облсполкома Вадим Кравчук. Автомобили предназначены для территориальных центров социального обслуживания населения Дрогичинского, Каменецкого, Барановического, Ляховического и Пружанского районов, а также для Шерышевского психонефрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов. На сегодняшний день в территориальных центрах обслуживаются более 400 тысяч человек. Из них 12 тысяч именно тех людей, которые обслуживаются на дому. Если посмотреть по возрастной категории, из этих 12 тысяч – это возраст 80 и более лет. Также у нас обслуживаются 8 тысяч – это одиноких и одиноко проживающих граждан. Каждый из этих слоев населения – это уязвимые. И самое главное, данная спецтехника позволит, прежде всего, своевременно решать те задачи, которые стоят перед социальными службами. Это своевременная реабилитация, это своевременное оказание медицинской помощи, либо другой какой-то помощи. Также данная техника позволит мобильно и быстро передвигаться в экстренных определенных случаях. Поэтому я уверен, что и дальше данное будет поддерживаться, данное направление. В рамках торжественной церемонии передачи автомобилей состоялась своеобразная демонстрация возможности перемещения. Для безопасной посадки и высадки пассажиров в коляске машина оборудована специальным устройством, обеспечивающим плавный и надежный подъем без каких-либо усилий. Я очень рада, что у нас появилась машина именно такой сборки, потому что впервые я столкнулась с такой конструкцией именно складного пантуса в форме книги. Во Франции, когда принимали участие при поддержке президентского спортивного клуба в парашютном фестивале, и была приятно удивлена, что именно оно автоматически, не от кнопки системы работы, а именно эта механизированная, как говорится, та вещь, которая никогда не подведет. Вот, и поэтому я очень рада, что наконец-то такая конструкция появилась у нас и делается у нас в Бресте. Удобно, знаете, когда ты на коляске, то иногда даже пугаешься большого пространства, потому что понимаешь, что бывают различные нюансы в дороге, да, что тебя может занести, куда-то перевернуться в сторону, вбок, а там получается, что так все компактно, что маленькое пространство, есть за что держаться, поручни предусмотрены, плюс фиксаторы предусмотрены, то есть для безопасности и комфортного передвижения по городу. В регионы Брестской области поступила первая партия специальных автомобилей для социального обслуживания. В следующем году программа по обновлению автопарка, территориального центра социального обслуживания населения и домов-интернатов продолжится.